Привет, дорогой криптан! В этом видео мы с тобой обсудим, стоит ли заниматься майнингом в 2023 году, или же этот способ заработка уже потерял свою актуальность. С вами канал Просто Крипта и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу тебя предупредить об одной очень важной новости. У нас в Телеграме мы планируем скоро сделать очень масштабный розыгрыш криптовалюты, поэтому не забудь подписаться. Ссылочка в описании под видео. Итак, стоит ли сейчас заниматься майнингом? Это вечный вопрос, на который все дают разные ответы, в зависимости от того, когда эти вопросы задают. Естественно, если вы спросите криптоскептика, стоит ли покупать биткоин и строить майнинговую ферму, которые нас слушали современных мавродий, дорвавшихся до богатства через крипту. Но давай же взглянем на вопрос с объективной стороны и разберемся, жив ли все еще майнинг биткоина. Если говорить кратко, то да, майнинг биткоина жив и им все еще занимается. Но давай разберемся более детально. Майнинг биткоина постоянно становится все тяжелее и тяжелее, так как растет сложность сети, а с ней и объемы мощностей, которые необходимы для добычи блока. 16 января был установлен новый рекорд и сложность увеличилась на 10% до 37 триллионов. Сложность повышается примерно раз в две недели и это происходит для поддержания добычи нового блока за срок до 10 минут. Сейчас добыча одного блока занимает около 9 минут. 2022 год выдался крайне сложным для многих компаний, которые занимаются майнингом биткоина. И проблема заключается в том, что во время бычьего рынка 2021 года компании закупали оборудование по ценам, которые на данный момент стали крайне завышенными. А многие брали оборудование даже в кредит. Также в расчет идет то, что добыча одного блока стоит примерно одинаково, а цена биткоина меняется. Получается, что срок окупаемости оборудования сильно увеличился. Публичные майнинговые компании продали почти все добытые за 2022 год биткоины. И посмотрев на график стоимости астиков, это оборудование для майнинга, с начала 2022 до начала 2023 года легко понять, насколько сильно упали цены. Те, кто начал заниматься майнингом в 2021 или даже в начале 2022 года, сейчас находятся не в самом выгодном положении. Так как в то время биткоин стоил в районе 40 тысяч, а средняя цена добычи была в диапазоне от 5 тысяч до 17, в зависимости от страны. Сейчас же биткоин стоит в районе 23 тысяч долларов, но затраты на добычу не особо упали. Почему же биткоин сложно и дорого майнить? Для добычи одного блока биткоина нужно выполнить определенное количество операций. У биткоина этот показатель крайне высокий, поэтому майнингом сложно заниматься в одиночку. Чтобы не углубляться в кэшрейт и расчет того, сколько оборудования нужно для добычи одного блока биткоина, давай разберем уникальные случаи удачного соло-майнера. На его примере будет понятно, насколько сложно добывать первую криптовалюту. Итак, наши вводные данные. Это хешрейт биткоина на момент добычи был равен 273. Затем майнер использовал оборудование с мощностью в 10 трахешей. 10 трахешей – это 1 триллион хешей в секунду, а 273 – это 273 квинтиллиона. У квантиллиона на 6 нулей больше, чем у триллиона. Итак, исходя из этого, доля майнера была 0.0000000036%. И с такой мощностью он должен был добывать блок 500 лет. Стоимость устройства с подобной мощностью равна 100 долларам. Такой шанс – это сложнее, чем выиграть в лотерею, и фактически это нереально. Поэтому для добычи майнера объединяются в пулы. Из примера несложно понять, что индивидуально заниматься майнингом биткоина очень сложно и невыгодно. Ну, если, конечно, вы рассчитываете на какой-то доход. А теперь, от чего же зависит доходность майнинга? Доходность майнинга зависит от вычислительной мощности оборудования, сложности добычи, вознаграждения за блок и затрат на электроэнергию. Также важно учитывать, что между майнерами есть конкуренция за добытый блок. За один добытый блок майнер получает где-то 6.35 биткоинов. Но только в том случае, если занимался майнингом в одиночку, как счастливчик, о котором мы говорили ранее. И чаще всего, если речь идет не про компанию, то майнеры объединяются в пулы, где они совместно добывают блоки, суммируя свои мощности. В пулах вознаграждение распределяется в зависимости от того, какая мощность у майнера. И чем больше вклад в общие услуги, тем выше награда. Ну а сколько дохода приносит майнинг, можно узнать через специальный калькулятор. В калькуляторе майнинга вносятся данные о видеокарте или ASIC, количестве оборудования или хэш мощности. Также часто можно указать затраты на электроэнергию и комиссию пула, если он используется. Для примера доходности разберем, сколько можно получить, купив ASIC за 8500 долларов. Также стоит учитывать, что покупкой майнера подготовка не закончится. Но для простоты возьмем для расчета только стоимость ASIC. Рассмотрим Bitmain and Miner S19 Pro Plus Hydra. При майнинге через пул от Binance. Считать доходность будем через криптокальк и вводим данные майнера и комиссию пула. Итак, доход составит 1400 долларов в год. Получается, что только покупка майнера будет отбиваться чуть меньше, чем 6 лет. Стоит также учесть, что доходность рассчитывается по текущему курсу биткоина. И когда цена вырастет, то и доходность тоже. Итак, а теперь ответ на вопрос. Стоит ли все-таки заниматься майнингом в 2023 году? Майнинг биткоина – это дело дорогое. На данный момент добыча первой криптовалюты имеет смысл в долгосрочной перспективе, если вы хотите купить оборудование, пока оно снова не выросло в цене, и намайнить биткоины впрок, чтобы продать после халвинга и нового исторического максимума. Быстро и без больших вложений на майнинги уже не заработать. На биткоине уж точно. Только если вы не раздобудите волшебную кроличью лапку. Пока биткоин будет пользоваться спросом и все монеты не будут добыты, майнинг будет жить. Но с каждым годом заниматься им будет все тяжелее и тяжелее, так как сложность сети будет расти вместе с хешрейтом. С высокой вероятностью крупные компании будут перетягивать на себя одеяло и занимать все большую долю. Соло-майнеры начнут вымирать или молиться на удачу, поймать которую за хвост с каждым годом все будет сложнее и сложнее. Ну а на этой ноте наше видео подошло к концу, поэтому я хочу попросить тебя поддержать наш канал лайком, подпиской и колокольчиком, а также пиши в комментариях, что бы ты хотел узнать в следующем видео. Ну и не забываем за розыгрыш в телеграм-канале. Ссылочка в описании. С тобой был канал Просто Крипто и помни, что крипто это просто.